Измена. Сицилийская легенда. Примечание. Рассказ входил в сборники «Грёзы и тени. Красивые сказки. Раздел Италия». Печатается по изданию «Амфитеатров. Мифы жизни. Собрание сочинений. Санкт-Петербург. 1911 год. Том 10». В основе рассказа библейская легенда о сотворении мира и низвержении сатаны. «И был свет». Цитата из Ветхого Завета. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Азраилх. Ангел смерти. Еще солнце и земля не родились, а измена жила уже на свете. Дымную струей ползла она во мраке хаоса, скрываясь от духа, когда он благотворным ураганом носился над буйным смешением стихий. Дух мыслил, и мысль его становилась мирами. Огонь пробивал жаркими языками воду, вода боролась с огнем, из паров рождались каменные громады, облитые реками расплавленных металлов. Рушились они в неведомые бездны, и, таинственно повиснув в безвоздушном пространстве, покорно ждали, когда творческое слово обратит их в яркие светила. «И был свет». Первый день озарил небо небес, первозданный престол Творца и тьмы тем ангелов, смиренно склоненных пред ним. А внизу, в неизмеримых глубинах, трепетала и таяла побежденная тьма, волновалась и пенилось огненное море. Подобно островам чернели в нем мертвые еще не зажженные солнца, как огромные киты плавали вокруг них остовы будущих планет. Величественный Дух стоял на земной скале, любуясь, как пламенные волны разбивались у ног его снопами искр и брызгами лавы. Этот Дух был любимым созданием Творца, ближайшим отражением его света. Когда Творец воззвал его из ничтожества, он заблистал, как тысяча солнц, и Создатель, довольный плодом своей мысли, сказал «Живи и будь вторым по мне во Вселенной». Дух был могуч, свободен и счастлив. На его глазах зиждились миры. Он был лучшим работником, вернейшим исполнителем и помощником воли Творца. Величие Владыки внушало ему благоговейный трепет, а собственная сила и власть — радостное довольство. Творец повелел Духу лететь на землю и вещим словом превратить голые скалы и черные пропасти в лучший из миров. Дух спустился на планету, и величие, открывшейся очам его огненной бездны, очаровало его. Недвижно стоял он, испытывая взорами пестрые переливы паров и пламени, слушая грохот незримых молотов, вылетавший из огненной хляби. Ревяя и качаясь, поднялся над пучиною темно-багровый вал. Как язык в колокол ударился он в кручу горы, где стоял могучий дух, и рассыпался грудой угля и пепла. Тонкая струя смрадного дыма потянулась снизу вверх сквозь трещины гранита, подползла к стопам духа и лизнула его колено. Дух затрепетал, внезапно исполнившись неведомых доселе чувств и мыслей. Он точно впервые увидал и мир, и Бога, и самого себя. И все нашел он мрачным и враждебным, а свою долю — презренную и безрадостную. Гордые мечты охватили его. Он не мог понять, что с ним делается, но ясно чувствовал, как любовь и благодарное самодовольство навеки уходят из его сердца, как на место их громко стучатся властолюбивая зависть и гневная ненависть. Он был так смущен, что позабыл вверенное ему вещее слово. Когда быстрые крылья унесли его в небо небес, печальная планета оставалась такой уже ногою и скудную, огненное море так же бешено клокотало вокруг нее, как прежде. А на вершине горы, покинутой омраченным духом, легла тяжелая серая туча, и в ней, свернувшись, как змея, спала и ждала новой жертвы измена. И снова прилетел на землю могучий дух, и другой дух, такой же прекрасный и блистательный, был с ним. Обнявшись, сидели они на камне, и первый шептал, Азраил, брат мой, друг мой, товарищ, вверяю тебе мою тайну, вверяю тебе мою судьбу. Знай, я устал быть слугою, когда могу быть господином. Я наделен могуществом без границ. Неужели оно дано мне лишь для того, чтобы я рабски творил чужую волю, когда в уме моем так много своих мыслей и желаний? Сила не может быть обречена на жизнь себе наперекор. Гордость и могущество, родные братья, я проклинаю свой жребий, я презираю себя, когда вспоминаю, что я безвольное ничто. Орудие и только орудие, такое же, как вот эти пламенные волны и каменные глыбы, из которых мы, служебные духи, извлекаем, сами не зная зачем, звезды, планеты и луны. Мы бессмертны. Но меня приводит в ужас мое бессмертие, вечность безответной покорности и бессознательного труда. Если так сильно страдаю я, любимец Творца, больше всех жителей неба, посвященной в его тайны, что же должны чувствовать вы, безгласные духи низших ступеней? Азраил, я решил сбросить с плеч тяготящее нас иго. Будем братьями. Заменим свободным союзом дружбы невольный союз подчинения. Нас много. Повелитель один. Он могуч. Но разве он не распределил между нами большую часть своего могущества? Тысячи братьев обещают мне помощь. Будь же и ты, друг Азраил, моим союзником в брани и победе. И клянусь этим огненным морем, когда я стану главою вселенной, ты получишь в обладание отдельный мир, где будешь царем и богом. Слова изменника тронули Азраила. Он воскликнул, ты прав, сатана. Пора нам трудиться на самих себя и самим пожинать плоды и славу своих подвигов. Я твой и буду помогать тебе всею властью, которую неосторожно наделил меня повелитель. Сатана обнял друга и, сверкая одеждами, сотканными из молний, улетел с земли. Азраил же, глядя вслед ему, думал, ты очень силен, сатана. Твои крылья покрывают полмира, но Творец сильнее тебя. Он наполняет мир. Твои замыслы вздор. Ты погибнешь со всеми своими соумышленниками. Не пойду за тобою, сколько бы миров ты мне не сулил. И я, честолюбив, но знаю свои силы. Сатане мало быть вторым в мире, с меня же в избытке довольна. Что, если я припаду к ступеням трона Творца и расскажу ему о происках, быть может, успевших укрыться от его всеведения? Не отдаст ли он мне в награду за услугу всю власть и милость, которыми облечен сатана? Грозную тучью падал с небес предводитель мятежных духов, черный, как уголь от опаливших его громов. Он падал вниз головой, и пылающие волосы его висели, качаемые вихрем, как хвост заблудившейся в небе кометы. Он падал и смотрел в небо. Мрачно пробегая взором ряды торжествующих ангелов, он еще грозил, еще проклинал, и вот в этих светлых рядах он увидел Азраила, того, кому как другу и товарищу поведал он свою тайну, кто лицемерно словословил его замысел, отдавал в его распоряжение свою власть и волю, и предал его вместе с сонмами, увлеченных сатаною и теперь, как он, проклятых духов. Увидал и уже не отводил взора. Через тысячи тысяч миль почувствовал Азраил этот взор на лице своем, его щеки поблекли и выцвели, сожженные презрением обманутого друга. Тщетно хотел он бежать. Крылья бессильно, как подшибленные, висели за его спиной. Он старался отвратить лицо и не мог, оцепененный проклятием, которое без слов посылали ему полумертвые очи погибшего духа. Все ниже и ниже падал сатана, и чем глубже он падал, тем грознее становился его страшный взгляд, и тем бледнее становился его предатель. И только когда сатана, умолившись, как ласточка, исчез в слое надзвездных облаков, Азраил осмелился поднять свое лицо, белое, как эти облака, и румянец никогда уже не возвратился на его ланиты. Сатана упал на ту самую гору, где настигла его первая отрава измены, как труп лежал он на горе, изнывая от боли, злобы, тоски и страха одиночества. Тогда пришла к нему измена и поклонилась ему, говоря, «Радуйся, сын мой и господин, встань, обопрись на мою руку и будь князем мира сего, земля даст тебе все, в чем отказало небо». Воспламененный коварными словами падший ангел воспрянул с новой дерзостью в уме, с новыми гордыми мечтами, снова готовый строить хитрые ковы новой борьбы. Он воскликнул, «Пусть же эта планета будет моей столицей, это гора моим дворцом, отсюда в пламени и громе буду я править вселенной». Он топнул. Огненная пропасть открылась под его ногами и поглотила его. В той горе живет он и поныне, среди послушных ему духов. Когда на земле появились люди, они назвали гору Этною. Далеко на все четыре стороны света виден великолепный дворец злого духа, одетый, как малахитом зеленью, сочных виноградников, венчанный серебряную кровлею вечно снежных вершин. Днем, как черное знамя, веет над Этною дымное облако, ночью небо рдеет заревом огней на подземных пиршествах сатаны. Азраил уже, творец, который читает мысли людей и ангелов, как раскрытую книгу, сказал, «Ты был мне верен, но не от чистого сердца. Ты открыл мне злой умысел сатаны не по долгу и любви ко мне, но ради выгоды. Ты изменил сатане, как сатана мне. Им измена вошла в мир, а тобою продолжилась. Я должен наградить тебя, но награда твоя, да будет тебе и наказанием. Ты жаждал могущества сатаны, я дам тебе страшную власть, но она будет ужасом и для тебя самого. Ты останешься ангелом, но мир будет ненавидеть тебя, как злого духа. Твои речи пробудили мой первый гнев, будь же отныне и до века носителем и орудием моего гнева. Ты последуешь за сатаной и разделишь с ним власть над землею. Он понес на землю грех и преступление. Ты понесешь наказание за грех, смерть. Пусть каждый, кто увидит твой бледный от стыда и страха образ, знает, что земной век его кончен и спешит примириться со мною своей вечной совестью. Лети на землю, серп моей жатвы, лети в мир, ангел смерти. Стрелки в Тоскане Примечание Рассказ написан в 1888 году. Включался в сборнике «Случайные рассказы» под заглавием «Праздник стрелков». «Сон и явь» – раздел в Италии, «Мифы жизни» – раздел Италия. Печатается по изданию амфитеатров «Мифы жизни» – собрание сочинений Санкт-Петербург, 1911 год, том 10. Подеста – городской голова. Гарибальдийское движение – национально-освободительное движение в Италии за ее объединение под руководством Джузеппе Гарибальди. Виктор Эммануил – король объединенной Италии в 1861-1878 годах. Капеллан – помощник католического приходского священника. Сокрестьян – хранитель лизницы в католической церкви. Патер-ностер-кредо – католические молитвы «Отче наш» и «Верую». В духа в день тосканские горцы, сменив свои обычные овчины на нарядные суконные и бархатные куртки, лихо заломив на бекрень украшенные яркими лентами колпаки, сияя с серьгами, кольцами, цепочками и булавками с фальшивыми камнями, спускаются с своих высот к городу Пестойе, где какой-то в Бозе почивающий подеста установил лет триста тому назад в этот день праздник стрелков. Что год, то хороших стрелков все меньше, и вот уж несколько лет, как ни один молодец не попал в самую трудную цель и не взял первого приза. Цель эта такая. На высокий шест прикреплен вертящийся шарик, а самый шест вделан в ступицу колеса, тоже вращающегося, но в обратную шарику сторону. И шарик, и шест, и колесо выкрашены в желтый мутный цвет, и в пятидесяти шагах едва видны человеку с плохим зрением, а кто видит хорошо, у того в глазах рябит от мелькания шарика, и все выстрелы по нем пропадают даром. В последний раз шарик был сбит в 1882 году знаменитым стрелком Витторио Каварра, так трагически кончившим в тот же день свою старую жизнь. Витторио был человеком минувшего века, теперь таких уже мало. Он умер семидесяти лет, в юности он занимался контрабандой на Ливорнском побережье, и чуть не каждый день имел стычки с таможенными. В одной ему прострелили плечо, в другой сломали ногу, а в третьей чуть не забили насмерть прикладами, скрутили полуживого по рукам и ногам и отвезли в тюрьму. Суд отправил Витторио на галеры. Это было милостью, потому что сперва его хотели повесить. С галер он бежал, пробрался в Америку и совсем там обжился, как вдруг началось гарибальдийское движение, и Каварра потянула на далекую родину. Он дрался в знаменитой тысячи. Объединение Италии и правление Виктора Эммануила доставили старику возможность спокойно дожить свой век в родном селении, в разбросанной горной деревушке, растерявшей свои белые домики на скате крутой, сверху донизу покрытой зеленью скалы. Хижина Витторио, как скворечник, торчала всех выше. Хозяин почти всегда сидел на ее пороге, грея на солнце свои старые кости и глазея в полную голубым горным туманом даль. Когда бывало необлачно, он прекрасно видел со своей вышки горы Каррары, а купол Флорентийского собора темнел, у его ног рукой подать. Гостей старик не любил, разговорчивых соседей тоже. Пройдет мимо односельчанин, Витторио кивнет головой и опять уставится вдаль своими орлиными глазами, как угли, сверкающими из-под седых бровей. Покажется вдали капелланы или сокрестьян, Витторио луково ухмыльнется в щетинистые усы, приосанится и, будто не видит, кто идет, примется насвистывать гарибальдийский марш. Капеллан страх как не любил за это коварра и даже в проповедях звал его чадом антихриста, сосудом дьявольским, вместилищем всякой скверны. Но прихожане плохо верили своему пастырю. Как же Витторио мог быть сосудом дьявольским, когда на шляпе у него была нацеплена чуть ли не целая дюжина образков, на груди зашита ладонка с молитвой от злых духов, а с левой руки он никогда не снимал амулета с мощами. Единственным спутником одинокой жизни старика был его племянник Изидоро Бальфи, сын сестры Витторио. Она была тосканка, но вышла замуж за чужака-ломбардца, да так и умерла на берегах По, среди маисовых полей от тамошнего бича Пелагры. Пелагра — местная ломбардская болезнь, происходившая от дурного питания, преимущественно же от употребления в пищу испорченного маиса. Примечание Амфитеатрово. Витторио, когда получил амнистию и поселился на родине, узнав, что зять его Бальфи в жестокой бедности хотел ему помочь, да уже поздно, вскоре бедняга отправился за женой, а сироту Изидоро Витторио взял себе. Мальчик вырос молодцом на славу, красивый, статный, ловкий. Фактор еврей из Флоренции, что рыщет по тосканским захолустьям, выискивая натурщиц и натурщиков для приезжих художников, соблазнял его ехать с собой, предлагал почервонцу за сеанс, но гордый юноша едва не убил еврея, так ему обидно показалось это предложение. Вспыльчив он был страшно, а разъяренный лез в драку как бык. А так как он и силой не уступал быку, то с Изидоро шутить не любили. Чуть бывало, он после фиаски молодого Кьянти опустит глаза в землю и побледнеет, все от него в рассыпную, потому что это значило, что Изидоро считает себя обиженным и начнет сейчас крушить всякого, кто попадет под руку. Его любили, потому и берегли, а не то давно бы ему гнить в окружной тюрьме. Витторио души не чаял в племяннике. «Моя кровь, точь в точь таким и я был молодым», — говорил он. «А вот дядя Витторио сплетничали ему, рассказывают, будто ваш Изидора с пятью такими же сорвиголовами пронесли на прошлой неделе во Флоренцию каждый по двадцати кило табаку. «Неправда», — обижался старик, — «Изидора нес сорок». «Тем хуже, дядя». «Э-э-э, у правительства много денег. Не станет беднее от того, что в Дагану, таможню, попадет сотни лир меньше, а молодым людям надо позабавиться и достать денег на удовольствие». Лесничий, смежного с деревушкой имения графа Кавальканти, самого важного нобеля Тосканы, ненавидел Изидора и ставил ему на счет каждую дикую козу, исчезнувшую из лесов его светлости, каждый капкан, каждый селок, найденный в чаще, но уличить молодого браконьера не мог, юноша был хитер и ловок, как дикарь, притом дружил с объездчиками, и те держали его руку. Не самому же Лесничему было ловить этого богатыря? Вернуться без греха с охоты на него было трудно, живым Изидора не сдался бы, пришлось бы либо ему всадить пулю в лоб, либо от него получить. А последнее было возможнее, так как за исключением своего дяди понаметавшегося в этом искусстве в саваннах Южной Америки, Изидора бесспорно был лучшим стрелком-околодком. Он уже взял несколько призов на праздники Духово дня в Пистойе, но на вертящийся шарик еще не посягал и первой награды не брал. Она всегда доставалась самому Витторио. В 1882 году Изидора решился попробовать счастье и на первый приз. «Смотри, сынок», — толковал дядя племяннику, — «не срамись. Человек из рода Каварра не должен браться за цель, если не уверен в успехе. Мы триста лет лучшие стрелки Тосканы. Я десятилетним мальчиком бил ласточек на лету. Ты должен поддержать репутацию нашего рода, и я надеюсь, что поддержишь. Глаз у тебя верный, рука твердая. Что же касается оружия, Витторио открыл старый платяной шкаф и вынул из него превосходный штуцер, хотя и не новой системы. Вот, возьми это, Изидоро. Такого оружия нет ни у кого из тех, кто придет на праздник. Но помни, мальчик, если ты дашь из него промах, — Я тебе не прощу такой обиды. Это ружье подарено мне самим великим Джузеппе, когда мы встретились с ним в Америке. Честью тебе клянусь, я никогда не промахнулся, стреляя из него. Никогда его не обидел. У меня орденов нет. Это ружье — мой орден. Его обидишь. Меня обидишь. — Ладно, дядя, не беспокойся, — сказал Изидоро. Пожал старику руку и с благоговением поцеловал драгоценное ружье. Несколько дней практики и, пристрелявшись, он овладел великолепным подарком Гарибальди не хуже самого Витторио. В день Святого Духа дядя и племянник проснулись с позаранок до петухов, надели коричневые бархатные куртки и голубые шелковые пояса, прицепили к шляпам по два тонких орлинах пера, Изидора вскинул штуцер на плечо и пошли в Пистоию, вниз по извилистой горной тропинке, залитой розовым светом утренней зари. — Э-э, дядя Витторио! — кричали старику встречные знакомые. — Вы на праздник? А что же вы сегодня без ружья? — Я нынче стрелять не буду, баста! Моя пора прошла, надо дать дорогу молодым. Вот племянника веду. — Изидоро? О, он у нас молодец! — Браво, рогатсо! — славный малый итальянский. После мессы Синдако открыл праздник, и выстрелы загремели. От привязанных к шестам петухов только клочья полетели, голуби, заготовленные для садки, не успевали взлетать, как уже падали мертвыми. Синдако швырял в воздух глубинные и вороньи яйца, а два удалые фьезолинца почти без промаха били их на лету. Фьезоле — городок близ Флоренции, примечание амфитеатрова. Изидоро тоже отличился. На большом куске полотна, натянутом на раму, он пулями наметил правильный круг и пересек его диаметр. Наконец, дошло дело и до шарика. Фьезолинцы оба спасовали. Микеле с Больджи, флорентиец, тоже. Два стрелка из Сьенны промахнулись один за другим при громком смехе толпы. Нагонец прицелился Изидоро. Он был серьезен и бледен, а глаза так и сверкали. Грянул выстрел. Пуля пошла гулять в пространстве, а шарик крутился, как ни в чем не бывало. Изидоро даже шеста не зацепил, что удалось его предшественнику с Больджи. Смех публики озлил Изидоро. Он повел вокруг себя свирепым взором и гневно кинул наземь свой грибальдийский штуцер. Дренное ружьишко завопил он. — Ты лжешь, щенок! — громовым голосом ответил ему из толпы старый Витторио и, растолкав локтями соседей, в два прыжка очутился возле племянника. Губы его дрожали, глаза сыпали молнии, усы встопорщились. Он был страшен. Подняв с земли свое так жестоко оскорбленное ружье, он быстро зарядил штуцер, приложился и выстрелил почти не целя. Шарика как ни бывало. Толпа разразилась неистовыми рукоплесканиями и криками восторга. Старика потащили было под руки к судейской трибуне. За призом... Но он вырвался, отдайте ему, — презрительно указал он на уничтоженного племянника и, вскинув штуцер на плечи, скрылся в толпе. Но Изидоро тоже отказался от приза. Мрачный и гневный возвращался Витторио домой узким горным ущельем, поросшим буками и молодым дубом. До деревушки оставалось не больше мили, когда старик заметил в шагах, встав впереди себя, какую-то тень, юркнувшую за толстый ствол старого орешника. Вслед за тем его окликнули дядя. «Что надо?» — сурово отозвался старик. Изидоро вышел на тропинку и заградил дорогу Витторио. В руках у него было ружье. Какое-то новое, незнакомое Витторио. «Вы меня очень оскорбили, дядя», — начал Изидоро после некоторого молчания. «А ты меня еще больше. Лучше тебе не родиться на свет было, чем так опозориться». Изидоро прервал его. «Оставим это, дядя. Я, может быть, хуже вас стреляю, но обид прощать не умею и привык за них расплачиваться. Это хорошо», — спокойно одобрил Витторио. «Я сам такой. Откуда у тебя это ружье?» «Я украл его у Збольджи, когда он пошел с товарищами в трактир выпить за свою победу. Ведь второй-то приз присудили ему». «Украл, чтобы убить меня, не так ли?» «Да, дядя. Нам теперь нельзя жить вдвоем на свете. Хм. Отчего же ты не выстрелил в меня, когда спрятался за орешником?» «Мне показалось нечестным, если я нападу на вас врасплох». «Это хорошо», — опять одобрил старик. «Спасибо на слове, дядя. Теперь я вас предупредил, дядя, берегитесь. Берегись и ты, Изидоро». Оба взяли ружья на прицел и оба их спустили. Изидоро». «Что, дядя? Я думаю, что пред таким делом нам не мешало бы помолиться. Я уже молился, дядя, пред статуей Мадонны на фонтане у железнодорожного моста. Но вы молитесь, я мешать не буду». Витторио встал на колени, прочитал «Патер Ностер» и «Кредо», поцеловал образки на своей шляпе и поднялся. Я окончил Изидоро. «Как вам угодно, дядя?» Изидоро отступил за свой орешник. Витторио укрылся за пнем разбитого молнии дуба. Воцарилась мертвая тишина. Только дятел стукал носом в дубовую кору над самую головою Витторио. Да и Волга аукала где-то в стороне. Зеленый зимородок сел на тропинку, повертел любопытную головкой с черными глазками и упорхнул. Опять молчание. Опять стукатня дятла и крик иволги. Но вот у букового дерева расплылось серое пороховое облако, и лес затрещал отголосками выстрела. Изидоро, держа ружье над головой, бросился к упавшему дяде и с ужасом отступил. Витторио был безоружен. Штуцер его валялся, отброшенный, по крайней мере, на пятнадцать шагов. «Дядя, что вы сделали?» — вскричал молодой человек, склоняясь на пробитую его пулей грудь старика. Витторио открыл глаза. «Ничего, мой мальчик!» — прошептал он, задыхаясь и захлебываясь кровью. «Ничего, что ж делать? Я не в силах был стрелять в тебя, а жить после того, как ты хотел меня убить, было бы для меня несколько тяжело». Изидоро зарыдал, ломая руки. «Не плачь, мальчик, я тебе прощаю!» — шептал раненый. «Только ты все-таки ошибся. Надо было взять...» «На дюйм левее, тогда ты кончил бы сразу, а теперь...» «Теперь я еще часа два промучаюсь». Чёртово гумно. Примечание. Разделу «Фламандский фольклор» в сборнике «Красивые сказки», куда была включена легенда 1390 года, предпослано авторское вступление, объясняющее происхождение и поэтику фламандских легенд. Мне попался у букиниста сборник фламандских легенд, давно уже ставших библиографической редкостью. Средневековая Фландрия — страна чудес по преимуществу чудес мрачных и жестоких. На ее сказаниях отразились ее туманная атмосфера, ее холодный и суровый пейзаж. Человек здесь закостенел в бою с природою, которая вознаграждает его труд только после упорной борьбы. Как все северные католики, он любит сказки с ужасами и населил ими все урочище своей страны. Главный герой фламандской легенды — черт, угрюмый католический черт, который дал столько хлопот инквизиторам Спрэнглеру и Бодену. Им полны фламандские туманы, о ней как будто его дыхание, он стережет фламандца повсюду, во всякий час, следит за ним невидимый, но зоркий, и когда пробьет злой час, он уже тут как тут, со своими ужасными вилами. Печатается по изданию амфитеатров «Красивые сказки. Санкт-Петербург, 1908 год». Пятьсот лет тому назад Фландрия сильно страдала от неурожаев. Недород 1390 года оказался тем ужаснее, что едва приблизилась к концу скудная жатва, хлынули с ужасающей силой сентябрьские дожди и не дали убрать снопов в скирды. Хлеб сгнивал на поле, народ был в ужасе и смертельном горе. Ждали голода и повальных болезней. Одному крестьянину по имени Петр Маржерен пришлось особенно плохо. Всего полгода, как он женился, молодуха его была беременна по четвертому месяцу, жатва у него удалась и так и сяк, но некуда было собрать ее. Рассчитывая на ясное бабье лето, Петр не успел управиться с постройкой угумна до осенних ливней, и теперь хлеб его мог и пропадал под открытым небом. Петр видел пред собою полное разорение, невозможность уплатить господину подать ей аренду, необходимость влезть в долги и тяжкую кабалу у какого-либо кулака соседа. Будь он холост, пожалуй, и не срабел бы пред несчастьем. Одна голова не бедна, а и бедна так одна. Но мысли о горькой участи жены и будущего ребенка сводили его с ума. «Чем видеть и терпеть откое горе, лучше умереть», — решил он и ушел в лес, захватив с собою прочную веревку. Пока он выбирал сучок, на котором повесится, подходит к нему рыцарь, богато одетый, и спрашивает, «Эй, мужик, как пройти в замок Котелэ? Проводи меня через лес, получишь дублон за услугу». Петр подумал, что удавиться он еще успеет, а дублон — штука недурная, пригодится его вдовесь сироткую. К тому же в осанке и пронзительном голосе рыцаря было что-то, не допускавшее возражений. «Слушаю, ваше сиятельство, рад служить. Вашей чести», — сказал Петр и повел рыцаря глухою тропою. «Зачем у тебя веревка?» — спросил рыцарь, когда они вошли в лесную чащу. Петр промолчал. «Уж не удавиться ли ты выдумал, дурак? Что-то рожа у тебя пасмурная, и глаза точно ты поцеловался со смертью. Беда, что ли, стряслась над тобою?» Видя, что рыцарь — человек участливый, Петр ободрился и откровенно рассказал свое горе. «Стало быть, — возразил рыцарь, — вся беда в том, что ты не выстроил гумна. Строят его теперь поденщики, да кой в нем прок? Когда они его достроят, только лишний долг им за работу. Ляжет мне на шею. Что я буду убирать в него? Навоз вместо хлеба? Нет? Я пропал, пропал, если Бог не пошлет мне во спасение чудо». «Чудес на свете не бывает», — холодно сказал рыцарь. «Но бывают добрые люди, которые непроченой раз помочь ближнему в нужде. Пожалуй, я так и быть сужу тебе сто луидоров, пришлю своих рабочих достроить твое гумно и наполню его отборным зерном. Чудо, что за зерно! Продашь его на рынке не дешевле семи экю за четверть». Петр, ошеломленный великодушным предложением, дико воззрился на рыцаря. Лицо последнего было далеко не из приятных. Не будь оно оживлено огромными черными глазами, ярко сверкавшими в глубоких впадинах, рыцарь смахивал бы на гнилого мертвеца. В эту минуту благодетель показался признательному Петру красавцем из красавцев. «Ах, ваше сиятельство!» — вскричал мужик, вне себя от радости, упав в ноги рыцарю. «Вы возвращаете мне жизнь, но на каких же условиях получу я эту ссуду?» «Разумеется, недаром, дурак. Мы заключим с тобою правильный контракт. Я обязуюсь доставить тебе все, что обещал сегодня же ночью, до первых петухов, а ты, с своей стороны, через год, ну да все равно, скажем, хоть через два года, обязан переселиться на мои земли и стать моим вассалом. А ваши земли далеко отсюда? И часа хоть бы не будет. Само собой разумеется, что вы дадите мне там помещение не хуже моего теперешнего». Рыцарь странно взглянул на Петра и расхохотался. «О, да!» — произнес он сквозь смех. «Конечно! Я не оставлю тебя. Без жилья ты получишь помещение. Очень-очень теплое помещение. И жену мою и ребенка я тоже могу взять с собою». Веселость рыцаря усилилась. Он хватался за бока и едва не падал от смеха. «Пожалуйста, бери, не стесняйся! Хо-хо-хо! Бери и жену и ребенка! Ха-ха-ха! Если хочешь, мы даже поставим их также в контракт. Но! Хе-хе-хе! Честь не позволяет мне пользоваться твоим жалким положением и закрепощать твою семью за ту же цену. Куда ни шло, я накину тебе еще сто луи за жену, да пятьдесят за ребенка!» «Тогда по рукам дело в шляпе!» — воскликнул Петр Маржерен. «Двести пятьдесят желтых кругляков и гумно, полное зерном, право стоят того, чтобы переселиться в другую деревню. Идем на село подписать бумагу у нотариуса». «Есть мне когда ходить по нотариусам!» — надменно возразил рыцарь. «Вот у меня есть при себе перо и пергамент. А что касается чернил, нет ли у тебя в карманах ножа? Разрежь слегка себе левую руку, кровь тоже прекрасно пишет. Не хуже самых лучших чернил. И то правда!» — согласился Маржерен. И тут же на пеньке у лесного распутья написали они договор по всем статьям. «Вот как хорошо, что ты умеешь грамоте!» — заметил рыцарь, язвительно улыбаясь, когда Маржерен подмахнул договор. «Еще бы, Ваша честь!» — возразил крестьянин. «Во всей деревне я один знаю подписать свое имя и фамилию, а остальные по безграмотству ставят на бумагах святой крест». Довольно болтать пустяки, внезапно нахмурясь, прервал рыцарь. «Получил свое золото? Подай сюда контракт. Прощай и помни свое обязательство». «А как же вы найдете путь в Котеле?» — остановил было его Маржерен. Но рыцарь нетерпеливо махнул ему рукою. «Ступай домой! От этого распутья дорога мне хорошо знакома. Да благословит вас!» — начал Петр, но рыцаря уже не было на тропинке. Он как будто растаял в воздухе. Возвратясь на село, Маржерен спохватился, что он не спросил имени своего благодетеля, а договор-то он, как водится, подписал, не читая, не проверять же ему было такого знатного господина. «А, впрочем, я знаю, кто это. Утешал он себя. Это сын графа де Вилле Отрекса из Эсне. Как слышно, граф любит нас, бедняков, и много помогает крестьянам. К тому же рыцарь говорил, что до земель его нет и часу ходьбы, а графские земли сходятся с нашими межа с межою». Тем временем на гумне уже кипела работа. Чуть смерклась, графские рабочие пришли и взялись за труд. Неслыханно спорилось дело в их руках. Пока одни ставили сруб, тесали столбы и бревна, другие формовали кирпичи, а третьим стоило руку положить на сырой кирпич, чтобы он окреп и высох. Не развели они костра, не зажгли ни одного факела, а между тем красное зарево невесть откуда мерцало над ними. Странно это было, но беззвучность, с которую свершалась стройка, была еще страннее. Сто пятьдесят каменщиков, плотников-носильщиков прислал рыцарь, и хоть бы кто из них слово проронил. На кладбище в полночь и то не тише, чем было в этой рабочей толпе. Без стука бил молот, не шипела пила, ни треска дерева, ни тяжелого дыхания усталых людей. Посмотрел-посмотрел крестьянин на таинственных батраков, и неизъяснимый ужас охватил его мороз, бежал по телу от их молчаливой работы. Не осмелись ни слова им сказать, вошел он в свою усадебку. Там царил тот же непонятный ужас. Жена Петра тряслась и плакала. Домашний скот метался в хлеву. Кошка жалась к хозяйке и старалась спрятаться под ее платье. Собаки выли, точно чуя покойника. Куры клохтали и суетились, как угорелые, и не думая спать, хотя уже давным-давно пора бы им быть на насесте. Больше других животных струсил огромный петух, любимец хозяйки. Как будто удирая от незримой погони, он с размаху взлетел на колено своей госпожи и перепугал ее до полусмерти. Она вскрикнула, перекрестилась, схватила петуха за крылья и швырнула в сторону, а тот от боли заорал во все горло. И в то же мгновение страшный удар подземного грома потряс окрестность, и таинственные работники исчезли, как канули в воду. А наутро односельчане только руками разводили, девясь на гумно, мало что выстроенное в одну ночь, но еще битком набитое снопами. Маржерен понял теперь, с каким рыцарем он имел дело, и благословлял петуха, не давшего ночным батракам кончить их дивную работу, потому что поступать в вассалы к сатане ни самому Петру, ни жене его не было ни малейшей охоты, даром что хитрец сулил ему в аду теплое помещение. Черти не успели доделать только конька на кровле, но когда Петр хотел докончить их стройку, то едва положил он первый кирпич, как незримая сила спустила его кубарем с крыши на земь. Та же история повторилась и с другими смельчаками, так и не удалось достроить гумна. Рассерженный черт, потеряв свою власть по договору, в отместку не позволил никому прикоснуться к своему созданию, но разбогатевший мужик о том не очень плакал, и на недостроенном гумне он собирал урожаи лучше, чем другие в достроенных, а петухи в той деревне с тех пор поют по ночам много раньше, чем во всем остальном свете, как раз в тот самый миг, когда ударились в бегство каменщики сатаны. Легенда эта имеет сходство с легендами о недостроенных башнях Кёльнского собора, о знаменитом Штокхим Эйсен в Вене и о соборе святого Олафа, Швеция. Примечание Амфитеатрова. Домашние новости. Примечание. Рассказ написан в 1890 году, по словам автора, под впечатлением одного частного случая. Входил в сборник «Фантастические правды». Печатается по изданию Амфитеатров «Бабы и дамы. Междусловные пары». Второе издание. Санкт-Петербург. 1911 год. Джон Були и Янки. Шутливые олицетворения англичан и американцев. К Пафнутию в Боровск. То есть на поклонение мощам преподобного Пафнутия Боровского. Глава первая. Гражданин североамериканских Соединенных Штатов Александр Николаевич Челюк лежал на диване и сам себе не верил. Неужели он опять в России, в захолустной деревушке своего отца, в том самом доме, откуда 12 лет тому назад ушел в свое всесветное бродяжничество? Да? И даже ничего не изменилось с тех пор в этой тихой обители. Те же темные, поблекнувшие обои, те же кожаные диваны, те же портреты генералов и архиереев по стенам. Все старое точно и не уезжал. Не достает только, чтобы по дому раздавались быстрые тяжелые шаги и резкий, бранчливый голос матери Челюка, умершей в его отсутствии. Челюк поморщился. Ему припомнилось, как здесь, в этой комнате, где теперь наслаждается он после обеденным отдыхом, разыгралась 12 лет тому назад горькая тяжелая сцена. Мать его ненавидела. А уж если мать ненавидит свое дитя, то ненависть бывает ужасна и беспощадна. У Челюка мороз по коже пробежал при воспоминании о детстве, голодном, холодном, полном слез и бесчеловечных наказаний. Другой бы ребенок не вынес, но он унаследовал точно назло матери, ее богатырское сложение и вырос молодцом. И головой его бог не обидел. Шесть классов гимназии прошел он в первом разряде, а тут и попутал грех. Челюк переслал во время экстемпорале записку слабому товарищу. Экстемпорале — импровизация, латынь. Вспыльчивый педагог обмолвился, назвал Челюка мерзавцем, а Челюк ответил пощечиной, выгнали с волчьим паспортом, и хорошо еще, что только тем кончилось дело, мог угодить в тюрьму солдаты. Поздравляю, Александр Николаевич, с повышением. Теперь вам уже и до арестантских род недалеко. И Челюку стало немножко жутко, когда он воскресил в памяти мать, тучную пожилую женщину с желтым лицом, искаженным от гнева на ненавистного сына. Щеки у нее тряслись, и глаза остановились, как у одержимой столбняком, когда она говорила эти злые, нематеринские слова. Но тогда Челюк не срабел, сам по-волчьи сверкнул на мать своими похожими на ее глазами, и так же злобно и презрительно ответил ей сами, не попадите туда раньше меня. Отец при этой фразе испуганно зажал уши и выбежал из комнаты. Александр Николаевич улыбнулся. Отец ничуть не изменился за двенадцать лет. Все тот же сырой, рыхлый мужчина, с кислым, никогда не выглядевшим молодым, но зато и не стареющим бабьим лицом. По-прежнему женолюбив, слаб и не может жить без опеки. Александру Николаевичу очень не понравилось. По первому взгляду особо заменившая в доме его мать. Это Александра Кузьминишна, или как там ее. Словом, мой лучший друг по рекомендации отца. У нее фигура крупичной уездной поповны, а лицо старой девы, но с башмаком и злые серые глаза буравчиком. Если она рассердится, они, вероятно, станут зелеными. Такие глаза бывают только у скверных людей. Отец, по-видимому, у нее в полном подчинении. Что не вздумает сказать, сперва взглянет на Александру Кузьминишну, точно спросить позволение. Влюблен как кот и под башмаком, ясное дело. Какого-то уживается с избранницей его сердца сестра Катя. Александр Николаевич, по крайней мере, в десятый раз с утра пожалел, что не застал Катю дома. Угораздило же ее так не кстати уехать к какой-то подруге, да еще в Саратовскую губернию, да еще на целый месяц. Этака и не увидишь ее, пожалуй. Через месяц я за три девять земель буду. А хотелось бы повидать. Когда против воли, порешив с гимназией, Александр Николаевич с отчаяния бросился в заманчивую, полную тревогу переворота в жизнь авантюриста и уехал добровольцем к Черняеву, Катя одна искренно плакала о нем. Мать и проститься не захотела с ним. Отец благословил как-то наскоро и смущенно, словно втайне рад был, что отделался от мерзавца сына, с которым решительно не знал, что делать дальше. Кате тогда было двенадцать лет. Теперь она уже двадцати четырехлетняя девушка и, вероятно, красавица. Девочкой она обещала много. Но Александр Николаевич не мог вообразить ее взрослую. Он вспомнил ее белое и румяное личико с большими черными глазами, ясными, чистыми и правдивыми, и у него потеплело на душе. Эта личика часто грезилась ему, как последний обломок немногих приятных воспоминаний о родине. И в грозные ночи на алексинатских редутах, и когда он стоял вольным матросом на вахте парохода, уносившего его из Марселя в Соединенные Штаты, и в бараке, где он вместе с десятками товарищей землекопов на линии Тихоокеанской железной дороги, лежал в жестоких припадках малярии, сколько он видел, испытал, пережил и перечувствовал за эти двенадцать лет. Чем только не был он в Америке, землекоп, разносчик газет, посыльный, мелкий бокалейщик, матрос, драгист, распорядитель общества похоронных процессий, адвокат, каме-вояжор, и, наконец, для того, чтобы увенчать эту лестницу состоянии, сперва приказчик, а потом счастливый компаньон крупной мануфактуры, для которой он с чисто российской сметкой почти нечаянно изобрел приспособление, дорого оцененное на рынке. Дверь скрипнула. — Саша, можно к тебе? На пороге стоял отец Челюка, Николай Евсеевич. — Разумеется, папенька. Старик вошел, тщательно запер дверь и опустил медный язычок на замочную скважину. Александр Николаевич наблюдал родители не без изумления. — Что это, папенька, к чему такие предосторожности? Старый Челюк сделал многозначительную гримасу и подсел к сыну. — Видишь ли, друг мой, пожевав губами, начал он очень тихим голосом. — Ты меня извини, пожалуйста, что я потревожил твой сон. Да я не спал? Тем лучше. Но мне надо говорить с тобой об очень важном деле и... и... секретно. Главное, чтоб она не слыхала. — Кто она? Александра Кузьминична, что ли? — А вы, добрейший папа, как я замечаю, имеете к ней немалый решпект. Николай Евсеевич покраснел. — Ну, как же иначе? Она не кто-нибудь, а девушка хорошей фамилии, с образованием, и при том... при том... хоть это не совсем-то ловкое признание сыну со стороны отца, но ты, как человек бывалый, наблюдательный, не мог сам не заметить, что она мне очень дорога. — Не мог не заметить. Вы правы. Что же дальше? — Саша! — трагически воскликнул Челюк после некоторого молчания. — Признайся. — Очень ты меня презираешь. — Вас за что? — До ваших сердечных дел мне нет дела. Я отрезанный ломоть, отделен от вас и морями, и горами, и реками. На таком почтенном расстоянии мы можем существовать, ничуть не нуждаясь в мнении друг друга. — Как человек, как посторонний человек, Саша, — продолжал Николай Евсеевич, — я знаю, что потерял право видеть в тебе члена семьи, но как человек... Сын пожал плечами. — Что ж, вам только пятьдесят лет, и вы не святой. Если ваш роман не приносит никому зла, никто не станет судить вас строго. Меня же попрошу уволить от ответа. Какой я вам судья? Я только что приехал, ни к чему не пригляделся. Может быть, дама вашего сердца ангела, а может быть, дьявол, может быть, ее присутствием создается в доме рай, а может быть, ад. Как она уживается с Катей? Вот вам, судья настоящий, по праву, компетентный, с основаниями и доказательствами. К Кате и обратитесь. А мне что? Так-то папа. Александр Николаевич засмеялся, но старик не развеселился, а напротив сидел, как в воду опущенный. — Я должен тебе признаться, — пробормотал он, запинаясь и багровея, что это... это, конечно, очень странно, но Катя не живет у меня больше. Александр Николаевич внимательно взглянул в смущенное лицо отца. То есть... Она ушла от нас. — Как ушла? Куда? — Совсем ушла. Не поладила с Александрой Кузьминичной и не захотела оставаться с нею под одной крышей. Так потихоньку и ушла. Ты знаешь теплую слободу? Тут близко, под городом. Там ее кормилица Федосья живет. Кружевница, помнишь? У Федосьи и поселилась. Александр Николаевич вскочил с дивана. Это бред какой-то, — вскричал он. Неужели вы это серьезно? Да у вас в доме эпидемия, что ли? То сын сбежал в Сербию, то дочь куда-то к черту на куличке. И потом, — продолжал Александр Николаевич, — я помню Катю с мирной, кроткой девочкой. Я думаю, надо было неистово оскорбить ее, чтобы она решилась на такую штуку. Александра Кузьминична действительно была резка с нею. А у вас не хватило характера вступиться за дочь, — презрительно заметил Александр Николаевич. Ты напрасно так думаешь, Саша. Я, конечно, не смею хвалиться, я далеко не богатырь воли, но все-таки помню свои обязанности. И не дал бы Кате в обиду, но Катя была сама в этом случае словно сумасшедшая. Она возненавидела Александру Кузьминичну, едва та вошла в дом. Надо тебе сказать, что пред смертью твоей покойницы матери Катя была с ней очень хороша, совсем не так, как раньше. Ты помнишь, что у Глаши был ужасный, тяжелый характер? Ревновала ли Катя к памяти Глаши, просто ли чувствовала антипатию к Александре Кузьминичне, но сцены следовали одна за другой. Я был мучеником между двумя этими женщинами, клянусь тебе. Охотно верю. Дальше. Ну, в одно прекрасное утро они поссорились сильнее обыкновенного, и Катя исчезла, оставив мне самую резкую записку, какую только можно вообразить. Хм, ты не веришь? Напрасно взгляни. Папа, — прочитал Александр Николаевич, — мне тяжело в вашем доме так, что больше терпеть я не в силах. Я буду жить одна у добрых людей. Там, по крайней мере, меня обижать никто не посмеет. Мне ничего не надо, никаких денег, но не требуйте меня домой. Выгнать Александру Кузьминичну вы не решитесь. А жить вместе с этой подлой женщиной я не стану, лучше умру. Не сердитесь на меня за это, а я не сержусь, ваша Катя. Позвольте, папа, в этой записке нет ни одного знака припинания. Мерзкий почерк вместе через два есть написано. Не посмеит вместо не посмеет. Неужели это Катя писала? — Друг мой, ты знаешь, как туга она была на науку, а в последние годы она книги в руки не брала. Но все-таки, кстати, где вы ее учили? — Домашним воспитанием. Александр Николаевич досадливо махнул рукой. То-то она пишет как прачка. — Но что она может делать там у этой Федосьи? Ну, я помню ее, отличная женщина, но не станет же она держать Катю на хлебах даром. Вы говорите, Катя денег не взяла? — Ни копейки. И все, что я не посылал, возвращала. А звать ее назад вы пробовали? Да, но она резко отклонила мои просьбы, а потом и... и Александра Кузьминяшна запретила. Эх! Необразованная, воспитанная белоручкой. На что годится она там? — Ах, Саша! — Николай Евсеевич прослезился. — Мне передали, будто она ужасно опустилась, стала совсем... как крестьянка, одевается по-ихнему, так же работает, как они. — Ну, это еще куда не шло. Я сам целых шесть лет состоял хуже, чем в пейзанах, пока не выбился в люди. Но, Саша! — прибавляют, будто она очень дурно ведет себя, что она забыла всякий стыд и женственность. — Катя? — Да, шер. И, говорят, наконец, любовник. А каково это слышать? — Продолжайте, — наморщив лоб, мрачно сказал сын. — Другие говорят, что их не один, а много. Чего ж тебе еще? Я все сказал. — Действительно, вполне достаточно. — Позволь, куда же ты? — вскрикнул Николай Евсеевич, видя, что сын взялся за шляпу. В теплую слободу, разумеется. Надо мне взглянуть на Катю. Что ей сказать от вас? — Я... я не знаю. Так неожиданно. Я совсем не за тем говорил, — залепетал старый челюк. Не могу же я оставить свою родную сестру, черт знает в каком положении. — Да, черт знает в каком. Как это странно, однако. Вообрази, я считал тебя демократом. — К чему вы это? — изумился Александр Николаевич на недоумелую улыбку отца. — Нет, так. — Хотите вы, чтобы я вернул ее к вам? Старик замялся. — Друг мой, знаешь ли, по-моему, это неудобно. Конечно, я как отец, но она так компрометировала мое имя, и потом, если правда, что говорят об ее поведении, то, как хочешь, держать ее в доме совсем неприлично. Смеяться будут. — А теперь над вами не смеются разве? — Я думаю, хохочут по всей губернии. — Увы, увы, ты совершенно прав, мой друг. И вот поэтому-то я имею к тебе большую просьбу, очень большую. Уговори ты Катю уехать. — Куда? — Да чем дальше, тем лучше. Чтоб забыли про нее в здешних местах. Согласись, что я в ужасном положении, вечно под боком живой упрек, и всякий этот упрек видит, и, наконец, чем я виноват, если она убежала? — Я вот что сделаю, — задумчиво выговорил Александр Николаевич. — Я предложу ей уехать со мною. — В Америку? — обрадовался Николай Евсеевич. — Зачем в Америку? — Я могу ее устроить в Петербурге у моих друзей. Денег я предложу ей от себя, потому что от вас, как я замечаю, она, пожалуй, и не возьмет. — Не возьмет, ни за что не возьмет. Она гордая. — Ах, Саша, если бы ты это устроил, я бы тебе, хоть ты и сын, мне в ножки поклонился, — прочувствованным тоном говорил Николай Евсеевич, пожимая руки сына. Ты и ее несчастную спасешь. — И вам руки развяжу. — Да, освободишь мою совесть. Саша, скажи, очень ты меня сейчас презираешь. Александр Николаевич отвернулся. Ему было жаль отца. — Ах, папа! — выразительно вырвалось у него. Он махнул рукой, взял шляпу и вышел. Глава вторая. — Все-таки спасибо матери, — думал Александр Николаевич, идя узким проселком между двух волнующихся морей желтой ржи. — Спасибо, что она родила меня похожим на нее, а не на отца. Распущенность, бесхарактерность, барство — это черт знает, что такое, особенно если долго их не видишь и поотвыкнешь. Право, если подумать, что при другой, более нежной маменьке и из меня, пожалуй, развелось бы что-нибудь эдкое расплывчатое, можно извинить покойнице все ее порки, затрещины и колотушки. Александр Николаевич шел пешком, потому что не хотел брать в теплую слободу вместе с повозку и кучера, чтобы не сделать в его лице всю отцовскую прислугу свидетелями свидания, не совсем-то ловкого, как он ожидал. Короткую дорогу до теплой слободы он отлично помнил. В детстве ему часто случалось бегать в этот бойкий пригород, поглазеть на воскресный базар, на девичьи хороводы и подвыпивших мужиков. Теплая слобода была местом шумным и людным на шоссейном тракте с постоялыми дворами, трактиром, панскими лавками, кузницами. Народ здесь жил богатый, больше мастеровой и торговый, работящий и трезвый, по крайней мере, не слишком пьяный. Пол слободы было заселено староверами, беспоповцами, какой-то мелкой и пьющей секты. Ковачи, бабы-кружевницы и огороды теплой слободы далеко славились. Стук кузничных молотов встретил Александра Николаевича далеко за слободской околицей. В черте селения он стал почти нестерпимым для ушей. Слободская улица открывалась целым рядом ковален дымных и грязных, где кузнецы двигались черные, как черти в аду. «Бог в помощь», сказал Александр Николаевич дюжему мастеру, возившемуся с топором на ветхой покрыше лошадиного станка. «Здравствуйте». «Здравствуйте, вы», ответил мастер, не отрываясь от работы. «А где здесь, почтенный, живет Федосия Ивановна?» «Которая, Федосия Ивановна? Три их у нас. Старостиха, раз, лавошница, два, третья, тетка Федосия, кружевница, ее-то мне и надо». «А зачем вам тетку Федосию?» возразил мастер, роняя к ногам Челюка длинные щепки, летевшие из-под быстрого топора. Челюк усмехнулся. «Милый, ведь тебя не теткой Федосией зовут? С чего же я тебе буду рассказывать, что мне надо?» Мастер воткнул топор в покрышу и по столбу спустился на земь. «Нет, я ведь почему спросил?» добродушно извинился он. «Еще здравствуйте». «Почему?» — спросил. «Федосия Ивановна-то, родная тетка мне выходит. Вон она что. Я у нее за место сына с измолу принят». Александр Николаевич, живя с Джон Булями и Янки, заразился от них любовью к физической силе, свойственную западным народам гораздо в большей степени, чем нам, русским. Челюк и сам был крепыш, точно из медиа отлитый, но таких богатырей, как стоявший перед ним мастер, он и не видывал. Лицо мастера было запачкано сажей, только большие голубые глаза весело и ясно улыбались на этой темной маске. Рукава рубахи мастер засучил и обнажил такие мускулы, что Челюку даже весело стало. «Здоров же ты, брат!» — сказал он богатырю. «Что мне делается?» — ответил тот, широко и добро улыбаясь. «А тетки-то нету». «Вы за кружевом, верно?» Александр Николаевич нашел, что ему подсказана хорошая инкогнито. «Да, за кружевом нету ее, в город ушла плетеная продавать. Нынче в городе базар. Четверток на дворе. Да вы ничего, пройдите. Коль заказать надо, так и Екатерина Николаевна принять может. Желиться у нас, — пояснил он, — и что готового есть, покажет. Я вам мальчонку дам, он проводит». Двор кружевницы, однако, был затворен. На калитке висел замок. Мальчонка перевалился через плетень и предложил Челюку последовать его примеру. Челюк исполнил это гимнастическое упражнение с ловкостью, заслужившей полное одобрение черномазового вожатого. «Добро сихаешь, барин!» — сказал он. «Ты посиди часок на крылечке, а я за Катериной побегу. На огородах она». Федосина усадебка была из самых исправных в теплой слободе, а теплая слобода из самых исправных великорусских пригородов. Во дворе чувствовалось то, что крестьяне называют полной чашей. Челюк видел и понимал это относительно невзыскательное довольство, но с отвычки от русской деревни ему все-таки казалось, что кругом и бедно, и грязно. Впрочем, я и не в таких муравьях жевал, не без самодовольства подумал он. «Дивны дела твои, Господи!» «Вот уж не подумал бы я месяц тому назад, что переплываю океан за тем, чтобы сидеть теперь между плетней, смотреть на сорный двор с курами и этим бравым петухом. Ишь, орет, какой красный черт!» «В ожидании таинственной сестрицы ни то барышни, ни то мужички, которая еще бог знает, кем окажется и как примет мое появление». Загремел замок, скрипнула калитка, во двор вошла высокая девушка. У Челюка задрожало сердце и судорога подошла к горлу. «Здравствуйте!» «Вам Кружевов?» «Не осудите на жданье!» «Клубник брала!» «Сходит она у нас!» — говорил девушка высоким звонким голосом, приближаясь к Челюку и на ходу вытирая руки о передник. Александр Николаевич встал ей навстречу. «Вы Катя Челюк?» — спросил он несколько сдержанным голосом и, не дожидаясь ответа, продолжал. «А я Александр Челюк, ваш брат из-за границы». Катя выпустила из рук передник. На лице ее отразилось больше смущение, чем радости. Она застенчиво сказала «Братец Саша?» Она, видимо, не знала, как поступить при такой неожиданной встрече. Александр Николаевич обнял ее и поцеловал. Он с любопытством всматривался в нее, напрасно стараясь найти в чертах стоявшие перед ним крестьянки черты Кати, так памятной и дорогой его воображению. «Не смотрите, братец!» Конфузливо смеясь, сказала Катя. «Я с огорода чучелом, ведь нынче будни. Войдите в хату, я самовар вам поставлю и приберусь, пока вскипит». В хате было чисто и просторно. Сразу видать, что жилье семьи с достатком и не слишком людной. Пол не дальше, как в последний праздник, мытый, печь свежевыбеленная, бревенчатые стены не черные, а только бурые, значит, есть смотрение за домом. Ни паутины, ни тараканов. Катя исчезла за перегородку, разделявшую хату пополам, от печи до двери, и после недолгих сборов вышла к брату, принаряженную в кумаче и бусах. «Теперь хоть на человека похожа», сказала она. Александр Николаевич похвалил ее красоту и наряд, вгляделся в нее и подивился. Совсем не видно барышни в кате, словно она и родилась в этой избе и век здесь прожила, а не два только года. Красавица, да, но красавица дикая, деревенская, с румянцем, сизом на щеках, как пел некогда Фетт, большая, статная и с таким могучим мускульным развитием молодого здорового тела, что при каждом движении платье трещит и врозь лезет на груди и в плечах. Лицо под золотистым загаром, слегка огрубевшее от ветра и солнца. Силы и здоровье здесь больше, чем красоты, или, вернее сказать, в них-то здесь и красота. Разговор между братом и сестрой не клеился. Оба искали удобного случая, чтобы заговорить, как и почему они после долгой разлуки встретились при таких необыкновенных обстоятельствах. И Челюку хотелось, чтобы начала речь об этом Катя, а Катя, чтобы начал Челюк. Да, решился наконец перейти к делу Александр Николаевич. Много воды утекло, перемен в нашей семье и не сосчитать. О себе я уж и не говорю, моя история старая, но ты вот, признаюсь, никак не ожидал тебя встретить здесь. Братец! Перебила его Катя и на минуту глянула совсем прежнюю Катей. Черные глубокие глаза ее широко открылись и заискрились. Лицо стало откровенным и доверчивым. Вы не судите меня строго, право же, мочи моей не стало, братец, я ведь долго терпела. Я не про то говорю, Катя, сказал Александр Николаевич. Я очень хорошо понимаю, что положение твое могло быть невыносимым, что надо было уйти. Меня удивляет, зачем ты сюда ушла? Катя не ответила, она сидела у обеденного стола, потупившись, и молча перебирала складки фартука. «Послушай», заговорил брат после короткого молчания, «ты извини меня, я, может быть, мешаюсь не в свое дело, ведь мы свои только по имени, по крови. Я тебя оставил малюткой, без меня ты выросла, имеешь право считать меня чужим, но у меня об одной лишь тебе, маленькой девочке, осталась хорошая память от всего нашего дома. Я тебе очень за это благодарен, право, ты мне как бы связью с родиною была. Так ты меня другом своим считай, а не бойся. Если тебе неприятно, ты можешь не отвечать, но поверь, я спрашиваю тебя только потому, что хочу тебе хорошего, и желал бы устроить твою жизнь как тебе будет угодно, и как только могу я лучше, потому ты будь со мной откровен». Катя подняла свои доверчивые глаза. «Да я не скрываюсь, братец», — сказала она. «Я потому вам ничего не ответила, что, боюсь, не сумею вам объяснить. Ведь я дурочка, не дурочка, а около того. Меня маменька аспидной доской ребром за угол по голове много била. сама про себя я много думаю и что скажут мне соображаю как следует, а вот говорить смерть моя тоже памяти нет. Верите ли, чему меня учили, все я забыла, писать стану, буквы путаю. Ну да вот видите». Она подняла руку к колбу, на котором мелкими каплями выступила легкая испарина, лицо ее несколько побледнело, большого напряжения стоила ей долгая, складно обдуманная речь. Александр Николаевич наблюдал ее с удивлением и жалостью. «М-м-м, вот что!» задумчиво протянул он. «Это для меня новость. Об этом отец мне не говорил. Говорил, что у тебя не было способностей только?» «Особенно ничего и нет. Мне даже и доктор один сказал, что я в своем уме весь век доживу, а вот именно что способностей у меня никаких. Ну хорошо, после об этом вернемся к старому. Вот вижу я тебя в этой избе, в этом наряде, руки у тебя рабочие. Заметно, что ты недаром здесь живешь и от труда не бегаешь, не подумай, что я тебя укоряю этим. Я сам прошел рабочую школу. Какое, прямо скажу, тебе не испытать. Не то, что русскому мужику, русскому каторжнику легче, чем нашему брату вольному рабочему, пока он проложит себе дорогу и выйдет из грязи в князи, как вышел я. Следовательно, говорить с тобою, как товарищ, я имею право. Хорошо. Ручной труд я уважаю столько же, как и умственный. Но в России люди нашего класса берутся за него только в крайней необходимости, чтоб уйти от него при первой возможности, как и я вот теперь постарался уйти. А тебе не было неизбежной надобности выбирать его. Да еще в такой форме. У нас есть родные, наверное, ты имеешь знакомых, даже друзей. Тебе было бы легко найти себе какое-нибудь место гувернанткой, компаньонкой, чтицей, продавщицей в магазин, наконец. А ты никому не обратилась, ушла сюда, к Федосье. Отчего? Да все от того же, братец. Способностей нет. Да. Александр Николаевич пожал плечами. Видите ли, братец. С расстановкой продолжала Катя, и опять мелкие росинки выступили у нее над бровями. Я из дома давно задумала уйти, как только эта Сашка у нас проявилась. С нескрываемой ненавистью выговорила она, противное ей имя, необыкновенно живо напомнив Челюку, его грозную мать. Вот тогда я и передумала обо всем, что вы говорите. Магазинов у нас в городе нет, така продавщица только не думала. Стала я пытать себя, гожусь ли куда, в гувернантке ли, в учительше ли, в акушерке очень хотелось, нет? Словно каменная у меня голова, ничего-то к ней не пристает, ничего-то в ней не держится. Что сегодня выучу, завтра, какое там завтра, через полчаса забуду. Все слова улетают, один только туман остается. Тут мне доктор этот подвернулся. Ни на что говорит, вы не найдетесь. У вас не все дома, вы здравомыслящие, и все, но у вас способности к учебе отшиблены, оно и впрямь. Как не отшибить? Все тем же ровным голосом заметила она, взяла руку брата и положила ее на свою голову. Чувствуете, какой шрам? У меня тут даже плешка, семитку, пожалуй, а то и больше, волосами зачесываю. Хорошо, что густые не видать. Так говорит доктор, и знаете, что дальше не лучше, а хуже будет, насчет памяти, то есть, ну, тогда я себя и порешила. Скажите, братец, ведь стыдно человеку без всякого дела жить на даровом хлебе. Стыдно, Катя, да еще когда этот хлеб так дорого, таких обид стоит, что поперек горла становится. Я и пустилась своего хлеба искать. Головой не могу найти, думаю, руками найду. Извини, Катя, поспешно перебил ее брат. Ты Толстого не начиталась ли? Нет, какой Толстой? спросила Катя с откровенным недоумением. Писатель, он почти тоже говорит, что и ты, только он вовсе умственный труд отметает, всех зовет к ручному. Нет, я бы учительшей, либо акушеркой больше хотела быть, чем как теперь, вдумчиво молвила Катя. Хорошо, у кого в уме светло, но как я ничего не могу, то, стал быть, и состоять мне при ручном деле. Заходила я иной раз к маме Федосье, ведь она кормила меня, помните, братец? Нравилось мне, как она живет, кружевничает, работа хорошая, тонкая, мам Федосье была ко мне добра. Я выплакала ей свою беду, что у папаши я жить не могу, а идти некуда. Либо я зарежу Сашку, либо дом сожгу, либо сама утоплюсь. Мама Федосия мне и говорит, нет, ты, Катя, не режь ее и сама не топись, а как станет тебе не втерпешь, приди ко мне, я тебе что-нибудь присоветую. Подожди, Катя, перебил ее опять Александр Николаевич, это Александра Кузьминишна, мне самому показалось противно, но с чего собственно началось у тебя такое озлобление? Катя всплеснула руками, братец, да как же иначе, ведь она, как у нас проявилась, когда мамашу разбил паралич и отнялись у нее ноги, она меня ни на шаг от себя не отпускала, по хозяйству хлопотать было некому, вот и взяли в дом эту проклятую, мамаша с места двинуться не может, а она бесстыдная в ее же доме, нет, братец, вы со мной про это не говорите, а то я тут сбиваюсь, сказала она с потемневшим лицом, но вдруг сама близко наклонилась к Александру Николаевичу, братец, а ведь она мамашу удушила, челюк невольно отшатнулся, мурашки пробежали у него по спине, что ты, Катя, бог с тобою, удушила, братец, доктора говорят, будто мамаша померла от второго удара, отчего же этот удар приключился как раз в ту ночь, когда я у мамаши в спальне не спала, прокралась подлая в спальню, да подушка и задушила, вы моему слову верите, у меня есть в сердце такое, что меня никогда не обманет, мамаша хоть и без ног, а еще бы десять лет прожила, она была крепкая, бредишь ты, Катя, все вот так говорят, все, с горечью возразила Катя, и папаша, и даже мама Федосья, на что уж всякому моему слову верит, а я врать не умею, вы слушайте, я в маменькиной комнате, когда покойницу на стол убирали, Сашкину подвязку нашла и спрятала, тогда у меня и подозрений никакого не было, после, много после, папаша как-то раз говорит мне, чтоб я его простила, если он женится на Александре Кузьминишне, тут мне в виски так и стукнуло, так все мне и просветлило, и как мне дело представилось, так я все и выложила папаше, он рассердился, затопал на меня ногами и прогнал с глаз долой, а в скорости прилетает ко мне сама Сашка, лица на ней нет, и давай на меня кричать, как я смею клеветать на нее, а я вынула из ящика подвязку и спрашиваю, это что, а она вся побелела, прыг ко мне, выхватила подвязку из рук, да в карман ее, я к ней бросилась, она, ой, братец, Катя, бледная, как мертвец, опять пригнулась к брату, почти уронив голову ему на плечо, она меня по щеке два раза ударила, глухо прошептала она, челюк ничего не сказал, но так ударил кулаком по столу, что доски затрещали, и вздрогнула посуда на надстольных полках, он встал и медленно прошелся по избе, потом наклонился к сестре и поцеловал ее в голову, Катя почувствовала слезу, упавшую на ее волосы и покраснела, взор ее засверкал благодарным восторгом и слезами. Кое-как, справившись с волнением, она продолжала, я тогда обезумела, к пруду бросилась, да на самом берегу, вспомнила маму Федосью, не топись, а приходи, посоветуйся. Так в чем была и прибежала к ней и выплакалась. Утро вечера мудренее, говорит мама, напоила меня малиной, уложила спать, а Максима, племянник ее, кузнец, послала в нашу усадьбу сказать, чтоб не беспокоились, что барышня где у нее отдыхает. Поутру рано зорькою будет меня мама Федосья, вставай, Катюша, обрежай вот эту одежу, платье мне простенькое припасла, да пойдем-ка мы с тобой к Пафнутию в Боровск помолимся, а вось в мозгах то у тебя просветлеет, увидим, как тебе дальше быть. Целую неделю до Боровска шли, там три дня пробыли, назрело у меня в душе пойти к маме Федосе в жилички, дальше, как сами видите. Катя умолкла. Катя, сказал Александр Николаевич крепко взволнованный, ты молодец, только этому конец положить надо, что себя мучить, я тебя увезу отсюда. Катя, не глядя на брата, покачала головой. Ты не хочешь? Значит, довольна? Довольна, братец, я здесь при деле привыкла. Дело будет и в другом месте, и привыкнешь к другому месту. Что, братец, как слышно, войны не будет? Не отвечая, спросила Катя. Нет, кажется, а что? Я бы в милосердные сестры пошла, а так просто. Куда мне ехать, братец, зачем? Я тебя устрою в Петербург хорошим людям. Что ж я у них делать буду? Что понравится, что знаешь? А я ж ничего не знаю. А что умею, тому здесь место, а в Петербурге ни к чему. Даром я хлеба есть не хочу, дурочкой меж людей жить, тоже не согласна. У меня гордость есть. Нет, братец, вы только не обижайтесь, родной, оставьте меня, как нашли, не вырашите. И мне придется привыкать к новым людям, и новым людям ко мне. Полюбимся ли друг другу, еще бабушка надвое сказала, а здесь уже дело верное, и я люблю, и меня любят. В уме Александра Николаевича мелькнула быстрая мысль, позволь, Катя, остановил он ее, я вижу, что ты честная девушка, и тебя не следовало бы об этом спрашивать, но отец намекал мне о каких-то дурных слухах. Я знаю, что на усадьбе про меня говорят, спокойно сказала Катя, глядя прямо в глаза Александру Николаевичу, что у меня любовник есть, вы не верьте, лгут. Никакого у меня любовника нет, чудные. Коли на меня плохо надеются, хоть мамушки бы поверовали. Она у нас строгая, святая, все знают. Вот она улыбнулась, застыдилась и покраснела. Замуж я, может быть, точно пойду? За кого же? За здешнего? Да, за Максима. матушкина племянника. Ты его любишь? Катя задумалась. Люблю. Не совсем смело начала она и потом гораздо решительнее договорила. Очень уж хороший он человек, мало таких на свете. И меня крепко любит. Совсем значит свяжешь себя с теплой слободой. Совсем что же? Я ведь с не расставаться и так не собираюсь, сказала Катя и вдруг неожиданно прибавила. Он меня из воды вытащил. Случилось тут? Тонула я один раз. Как же случилось? Так, вы не думайте, что я нарочно. Просто на плоту мыла белье, да и сорвалась. Плавать я хорошо умею, да меня под плот затянуло. Другие девушки закричали, Максим подоспел, бухнул в воду и вытащил. После того мы с ним и поладили, чтоб повенчаться. Конечно, дай тебе бог счастья, но скажи, пока ты жила у отца, ты ни разу не собиралась замуж идти? Нет, маменька последние годы больная была, как мне от нее было уйти, а женихи тогда были. Александра Кузьминишна тоже подыскивала мне женихов, сбыть меня ей хотелось. Да как же можно за нелюбимого человека замуж идти, зачем? А никто не нравился? Катя промолчала. Не уживаются по нашей глуши хорошие люди из нашего сословия, сказала она потом. Скучно им тут, к большим городам их тянет. За пьяницу, либо бездельника, либо слободушника, хоть бы и полюбился на грех. Какая радость выйти. Был один, тихо сказала она, доктор, хороший человек. Шибко мне нравился, и я ему. Только я этому доктору сама сказала, вы меня оставьте, я не для вас, я вам не пара. Почему мужа, Катя? Умный он был, очень образованный. Все говорили, что ему в столице большая дорога будет, когда он земский срок отслужит. Ну, на что ему такая жена, как я? Неуч, беспамятная, всюду бы я его осрамила, какие бы пути ему были бы открыты, все завязала. Сокол в небо рвется, а я ему путы на ножки, что хорошего. И бог весть, надолго ли бы его любви хватило. Кандалы, хоть и золото их слей, милы не будут. Да и любовь ли еще была? Глуш ведь у нас скука, а я не урод с собой, к тому же видел он, что меня крепко обижают, вот и пожалел. Подумала я, так-то ночку другую поплакала и отказала. Тяжело тебе было, участливо отозвался Александр Николаевич. Нехорошо, раздумчиво протянула Катя, что же, не все мед пить, напьешься и водицы. Прошло, уже забылось, он теперь в Петербурге, жениться стал, письмо прислал, хорошее письмо, только лучше бы его не писать было, а то, что такое, точно благодарит, спасибо, что меня не погубило. Катя засмеялась и звонкий звук смеха свидетельствовал, что неудачный роман не оставил в ее душе никакой горечи. Ах, Катя, Катя, улыбаясь, говорил Александр Николаевич, видал я чудных людей, а таких, как ты, не случилось. так не поедешь со мной не отбратить, простите, не поеду, от добра добра не ищут. Как хочешь, дитя мое, неволить я тебя не буду, насильного счастья не бывает, я довольно пожил на свободе, чтобы не знать этого, но я богат, позволь мне помочь тебе. Вы, он окинул глазами убранство хаты, не слишком-то здесь роскошничаете. Вы денег хотите мне дать, спросила Катя. Если позволишь. Денег мне дайте, если богаты, мы оттого и свадьбу не играем, что надо новую хату ставить, а денег у нас не богато. Я вам скажу, братец, правду, что мама Федосья стала на старости к беспоповцам клонить, и они ее очень почитают, ну а нам с Максимом, что ж ее тяготить, в одной хате две веры нехорошо, ссориться станем. Да возьми сколько хочешь, ты у меня одна, мне не жалко. Чай женьтесь, братец, женюсь ли, нет ли, это еще вилами на воде писано, а ведь твоего Максима я уже видел, весело воскликнул Челюк, глядя в окно, право видел, он станок починял, ведь это он идет по двору. Когда молодой кузнец показался на пороге хаты, в ней сразу стало как будто тесно, думалось, шевельнется этот богатырь и либо плечом стену высадит, либо головой потолок проломит. Выматое лицо, чистые руки и мокрые волосы показывали, что по дороге из кузницы он забежал на пруд искупаться. Александру Николаевичу богатырь показался почти красавцем, со своим румяным лицом, рожеватой бородой и веселыми голубыми глазами, которыми он с великим недоумением уставился на Катю. Это, мол, что за гость у вашей милости? Зачем? Максим, это мой брат Александр Николаевич из-за границы приехал, улыбаясь, сказала Катя. Не забыл меня, спасибо ему. Пришел навестить. Улыбка Катя отразилась на лице кузнеца так светло, быстро и широко, что казалось, он весь засветился, и глаза как будто стали ярче, и румянец аллее, и борода рыжее. Он низко поклонился и несмело протянул руку челюку. Руки были пожаты крепко, приветствие сказано горячо, но затем наступило неловкое молчание. Александр Николаевич с досадой почувствовал, что при всей своей опытности, при всем своем навыке к обращению с самыми разнообразными людьми, он не находит тона, которого надо держаться. Они смотрели друг на друга, как люди разных миров, с любопытством, но без участия, и с некоторой боязнью. Всем троим было неловко. Побормотав несколько вялых фраз, шаблонных и бесцветных, о своей радости за сестру, о своей уверенности, что выбор ее пал на хорошего человека, челюк резко оборвал речь, встал и начал прощаться. Максим, слушавший Александра Николаевича с каким-то конфузливым испугом в глазах, был, видимо, рад, когда челюк замолчал. Катя не удерживала брата. «Я приду в город проводить вас», сказала она, любовно глядя в глаза Александру Николаевичу, и он по взгляду ее понял, что она отлично чувствует, как неловко ему между нею и Максимом, но извиняет ему это и не сердится. «В усадьбу мне нельзя, а в город приду. Вы дайте мне знать, когда будете уезжать». «Завтра вечером я уеду». «Скоро так», грустно отозвалась Катя. Эх, искренним вздохом вырвалась у Александра Николаевича. «Что мне тут делать, Катя? У вас здесь на теплой слободе все свое, новое, там на усадьбе тоже свое, хоть и старое, и здесь и там я лишний, чужой человек, от старого отвык, к новому не привык, старая Катечка, мне противно, новое непонятно, а времени разбираться нету. Жизнь у меня в деле, как вода в котле ключом кипит. Прощай, друг, Катя, шел я тебе помочь, отчасти каюсь и поругать тебя, но крепко ты мне полюбилась, и жаль мне тебя оставлять здесь, и думается мне, что ты хорошо себя понимаешь, и устроишь свою судьбу лучше, чем устроил бы я, оставайся и живи, как знаешь. Пусть тебя другие, как хотят, судят, я же тебе не судья. Вижу, что ты честная девушка, и ничего бесчестного, не то, что сделать, даже подумать не в состоянии, тем хуже для тех, кто будет тебя порочить. А плохо тебе придется, напиши, чем могу, словом ли, деньгами ли, всегда выручу, а завтра приходи в город, я тебе кое-что хорошее скажу. Максим и Катя проводили Александра Николаевича далеко за околицу, оглядываясь, он долго видел их стоящими на придорожном бугре над золотым потопом ржи. Когда пред Чулюком поднялись из-за кудрявой рощи красные кровли отцовской усадьбы, ему стало не по себе. Он не поверил тому, что Катя говорила о смерти матери, но провести ночь под одной крышей с Александрой Кузьминишной после этого рассказа показалось ему невыносимо гадким. Едва ступив на крыльцо дома, он уже распорядился, чтоб ему готовили лошадей в город. Николай Евсеевич по лицу сына угадал, на чьей он стороне, и сконфуженно развел руками. Александр Николаевич коротко передал ему подробности своего свидания с Катей, свое намерение помочь ей деньгами, и заключил «От вас, папа, прошу одного, оставьте вы ее совсем в покое, не мешайте ей быть счастливой, мы с вами слишком мало сделали для нее, чтобы иметь право на вмешательство в ее жизнь». «Воля твоя, я этого не понимаю», бормотал старик. «Ты сочти, сколько жертв она приносит, выйти из сословия, выйти из семьи, из своего общества, и для чего же? Для благосостояния, комфорта, покоя? Нет, для добровольной каторжной работы, для удовольствия перебиваться с хлеба на квас в хате. Черт знает, какие люди на свет родиться стали, и, извини меня, ты мне еще чуднее Кати. Ее странность я могу объяснить хоть тем, что ее мать била по темени аспидной доской, но ты сильный, неглупый, образованный человек, и вдруг вторишь этой безумной, ради чего? Что ты находишь вне отрадного? Видите ли, папа, перебил Александр Николаевич, семья, в которой житья нет, общество, членом которого имеешь право быть, но не имеешь возможности, и сословия, значение которого не понимаешь, вовсе не такие драгоценности, чтобы от них не отказался человек, когда его чутьем тянет к счастью за пределами этих перегородок. Катю потянула, она и ушла. Вы говорите о покое. Покой хорош только как отдых, его знают только те, кто устает. Люди, не работающие, знают не покой, а оцепенение, и живой душе в мире оцепенение жутко. Вырвется она за его границы и уйдет куда попало все равно на счастье или на несчастье, лишь бы и то и другое было свое, добытое своею волею, своими руками, своей головой. Ведь только это-то и называется жить. Я знаю это, потому что на себе испытал, и не пробуйте понимать чужого счастья, не поймете. Я сам Катиного счастья не понимаю, и мне ее как-то жалко, а между тем я видел ее искренно счастливую, оставьте ее. Кроме вреда мы с вами ничего ей не принесем. Она не наша, своя. Пусть же эта чудачка и счастлива будет по-своему. не 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 ни